Здравствуйте! На телеканале «Моя Удмуртия» выпуск новостей в студии Марины Симонова. Выпускники инженерных специальностей, которые идут после вуза работать по своей специальности на оборонные предприятия страны, должны получить отсрочку от армии. Это инициатива Союза машиностроителей России. Положительного решения от Госдумы ждут и в наших вузах. Для чего это так нужно сегодня? Объяснение в материале Елены Вебедевой. Технический университет сегодня главная кузница кадров для оборонно-промышленного комплекса. Выпускники вуза у заводов на расхват. Многих еще студентами берут на производство. Но большинство выпускников – молодые люди призывного возраста. И зачастую бывает так, что после армии вчерашние студенты забывают даже теоретические знания и уже не стремятся работать по своей специальности. Чтобы закрепить кадры, предприятия оборонно-промышленного комплекса предлагают предоставлять отсрочку от призыва на 4 года. В течение 4 лет, работая на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, уже специалисты могут участвовать в сборах различных. Получат дополнительную профессиональную коммуникацию с точки зрения и компетенции получат с точки зрения освоения современной оборонной техники. В ЖГТУ выпускники 4 факультетов, а это больше 400 человек, в том числе и целевики, при устройстве на предприятии оборонно-промышленного комплекса могут получить отсрочку от армии. Специалисты городского центра занятости говорят, на рынке труда инженерные специальности всегда входят в топ самых востребованных. На сегодня открыто больше 200 вакансий. Многие предприятия охотнее берут молодых специалистов и дообучают их под свои конкретные задачи, нужды. С третьего курса уже отслеживают ребят некоторых. Поправки в закон о воинской обязанности и военной службе были разработаны совместно с Союзом машиностроителей России. И если парламентарии их одобрят, то рассчитывать на отсрочку от армии студенты инженерных специальностей смогут уже в этот весенний призыв. Елена Лебедева, Максим Кузнецов, телеканал Майя Утмуртия. Третья Ижевская больница, что в Ленинском районе города, сообщает своим пациентам. Ремонт терапевтического отделения стационара закончен, новое оборудование закуплено и теперь в клинике лечиться не страшно. До этого обстановка в палатах и коридорах больницы пугала не только пациентов, но и самих докторов. Ремонт курировал министр здравоохранения, он и приехал работу принять, а заодно рассказал о том, ждать ли в этом году открытие новых больниц в республике. Вот такие вот были у нас палаты санузлы, вот такие окна были. Сейчас это все полностью здесь были только остались стены. Штукатурка, все было снято, все окна поменяли, все батареи поменяли. Главврач Третьей Ижевской поликлиники показывает, как было и что стало с терапевтическим отделением. Здесь на 40 койках лечат, как говорится, все – желудок, голову и руки, ноги. Из пациентов в основном пенсионеры, особенно из частного сектора Ленинского района. Прикрепленного населения – 38 тысяч человек. Кто сюда попадал, хвалил только врачей. Те лечили, невзирая на то, что стены рушились, санузлы ломались. Сегодня пациенты в восторге. Есть разница? Ооо, это уж как и сказка. На ремонт терапевтического и гинекологического отделений потратили 16 миллионов рублей, рапортует главврач. Деньги и из бюджета, и по программе «Доступная среда», и от платных услуг. Привлекали, аккуратно лавируя между инвестициями в клинику и зарплатами медперсонала. Кроме ремонта, обновили и оборудование. Причем аукционы все чаще выигрывали российские производители, вытесняя импортных. Этот кардиограф, например, ижевского производства. Новые медицинские холодильники – тоже отечественные. Таких не было. У нас были обычные бытовые холодильники, но там режим только один, то есть 4 градуса и все, плюс 4. А здесь мы можем выставить и будет температуру хранения, которая указана. Глава Минздрава заверил, опыт третьей горбольницы по эффективному вложению средств подскажут и другим клиникам республики. А ремонтов в этом году ожидается немало. Будут и большие новоселья. В Ижевске планируют достроить долгожданную четвертую городскую больницу для взрослых. В этом году, в декабре, планируем ее ввод. Это будет поликлиника на 450 посещений в смену с дневным стационаром. Мы откроем еще и лечебный корпус Можгинской районной больницы. Там очень высокая степень готовности. Спроектируют в этом году и поликлинику в Октябрьском районе Ижевска. Достраивать будут межрайонный роддом в Игре. Введут несколько десятков фельдшерско-акушерских пунктов. По программе «Развитие здравоохранения» медицина Удмуртии в этом году получит почти 300 миллионов рублей. Марина Барь, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Серьезное наказание отныне грозит владельцам заброшенных полей. Об этом напомнили специалисты Россельхознадзора. Следить за тем, как используются земли, сельхозназначение ведомства обязали в прошлом году. Нарушений нашли более 70. А за это юрлицы могут получить штраф в 200 тысяч рублей. Однако это пока не пугает крупных собственников, земли которых зарастают кустарниками и деревьями. Некоторые из них даже пытаются обжаловать решение в сути. Обжалованы, конечно, в судах. И в Верховных, и в арбитражном суде. И далее, значит, по-моему, одно дело уже до апелляционного суда дошло. Нам пока еще документы не пришли. Естественно, это долгий процесс. Сразу сказать, что мы выиграли это все. Вот и сложно пока. Проблема неиспользования сельхозземельной более актуальна для Каракулинского района, рассказывают специалисты. Здесь только один крупный собственник незаконно вывел из оборота более 4 тысяч гектаров пахотной земли. Если предписания не будут выполнены, то через три года земля по решению суда может быть изъята и передана в муниципальную собственность. Отдохнули и хватит. В Удмуртии предлагают сократить новогодние каникулы. Затяжными праздниками недовольны полицейские, медики и особенно селяне. Почему, расскажет Анастасия Редько. На ногах селяне задолго до рассвета. Работы в хозяйствах всегда много. В деревне Старая Салья, например, доярки трудятся практически без выходных. Две сотни коров, говорят, не оставишь, животных нужно доить, кормить, а кроме буренок и другой скотины немало. Поэтому, что это такое, 12 дней новогодних каникул здесь не знают. И более того, категорически против, чтобы столько отдыхали столичные жители. Если когда надо обращаться в город, скажем, в район, даже в районе банки не работают, администрация не работает. Если куда-то в город обратиться, там, найти энергетикам другим, значит, или, скажем, какие-то запчасти нужны нам стали. Ну, нигде сегодня ничего не найдешь. За 12 дней, я думаю, можно в деревне пропасть. И кажется, деревенских услышали. Сельские чиновники предлагают республиканскому правительству от полумесячных каникул оставить 4 дня. В кабинете министров инициативу поддерживают. Будет не только экономическая польза. Слишком длинные выходные выбивают из рабочей колеи. Негативно сказываются на здоровье. Свои доводы приводят и полицейские. За две недели каникул в республике 700 преступлений. Новогодние каникулы портят статистику и дорожным полицейским. Каникулы добавили три десятка ДТП и сразу шесть погибших. Сложно комментировать, даст это эффект или не даст. Но вообще, в выходные дни, как я сказал, статистика показывает, дома народ мало находится. Люди посещают своих знакомых, родственников. Интенсивность движения за городом возрастает. Соответственно, возрастает и аварийность. Обсудить предложение сокращений новогодних каникул собираются в Госсовете Удмуртии. Если большинство депутатов ее поддержат, законодательную инициативу направят в Госдуму страны. Анастасия Редько, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». В российской столице скоро состоится презентация нового проекта «Современная этнография». Его подготовило Министерство национальной политики республики в рамках проведения Года Удмуртии в Москве. Мы хотим по-другому развернуть этот вопрос и показать. На самом деле, Удмуртия является для многих экспериментальным центром и площадкой, где этническая культура представлена в современном виде. Поэтому мы хотим ретроспективу наших проектов показать в Москве, которые отобразили этническую культуру уже в современном таком преломлении. Этнокультурный проект планируется реализовать совместно с Приволжским филиалом Государственного центра современного искусства. Это будут и современные симфонии, написанные зарубежными композиторами по мотивам удмуртских мелодий, и мультфильмы, отснятые детьми, и произведения декоративно-прикладного искусства, и многое другое. Сейчас организаторы подыскивают в Москве подходящую для этой интерактивной экспозиции площадку. Ну и место в этой экспозиции могли бы занятия изделия мастера из Вавожа. Уникальность их в том, что плести из лозы он учился всего лишь несколько месяцев назад, но так увлекся этим делом, что уже справляется и с большими сложными работами. Вот это вот собираем краснотал. Есть белотал, он желтоватый. Он сходу может определить каждый сорт ивы. В поисках прутьев Вавожский кудесник Павел Ветошкин готов преодолевать километры, пробиваясь сквозь сугробы, чтобы только найти нужный материал. Вот это вот не пойдет, потому что ветка уже начала растить, и когда будете оплетать, здесь будет вот так вот разлом. Одно из самых древних ремесел лозоплетения Павел начал осваивать всего несколько месяцев назад. Говорит, этим искусством занимался еще его прадед. Начинал, как многие ремесленники, с простых корзинок. Теперь всерьез задумался обустроить свой дом из природных материалов. Вот так, переплетая веточку за веточкой, в итоге должны получиться предметы мебели. Журнальный столик, к примеру, уже почти готов. От пластика сейчас все отказываются. А тут это получается природный, чистый продукт. Не из ДСП, там, из прессованного или из чего-нибудь, а из натурального, считай, биологического продукта. Занятие, признается Павел, долгое, но результат работы стоит того, чтобы безвылазно проводить зимние вечера в мастерской. Лозоплетением планируют заняться всерьез и даже открыть ремесленный центр, а еще пополнить фонды местного музея декоративно-прикладного искусства. И на этом все. До встречи на телеканале Майя Удмуртия.